До вторых европейских игр осталось чуть менее месяца, но внутренние войска приступили к обеспечению безопасности данного спортивного мероприятия уже сейчас. Военнослужащие и кинологи войсковых частей 74-34 и 54-48 осуществляют досмотр пребывающих транспортных средств на стадион «Динамо». Их задача уже на этом этапе не допустить провоза на территорию спортивного объекта взрывоопасных предметов. Если собака даст сигнал, то на место прибудет саперный перетехнический расчет. Кинологи несут службу по 12 часов. На каждом контрольно-пропускном пункте дежурит посменно по две служебные собаки. Четкого графика у них нет. Все зависит от физического состояния каждого животного. Как только кинолог видит, что питомец устал или ленится, его тут же меняют. Место отдыха в тени, вода в достатке. Работоспособность служебных собак проверяется несколько раз в день. Для этого используют специальные учебные закладки с запахом взрывчатых веществ. К примеру, таких как пластид или тротил. Инструктор разыскной собаки взвода специалистов-кинологов старший сержант Дмитрий Ставарук со служебной собакой-лабрадором Винси только что закончили досмотр очередной машины. Сегодня мы со служебной собакой Винси впервые заступили на службу на стадион «Динамо». Это очень важная и ответственная задача. Моему четвероногому другу всего полтора года она очень хорошо себя зарекомендовала. Самое важное в нашей службе – это дружба и взаимопонимание. Активность и мотивация к работе служебных собак зависят от многих факторов, в том числе и от погодных условий. А в такую жару выполнять служебные обязанности животным особенно тяжело, поэтому они не остаются без постоянного ветеринарного контроля. Все служебные собаки, которые будут применяться в ходе вторых европейских игр, обязательно привиты против бешенства и других инфекционных заболеваний. Также, учитывая жаркие погодные условия, мы их дополнительно обработали против клещей. Проводится ежедневный осмотр собачек в местах дислокации, а также в местах несения службы. В первую очередь обращаем внимание на активность собаки, так как это один из показателей ее здоровья – состояние лимфатических узлов, слизистых оболочек и шерсти. Пока транспортных средств прибывает немного, но уже в ближайшую неделю ожидается более 60 фур с грузом. Кроме того, из числа военнослужащих войсковой части 54-48 по периметру стадиона «Динамо» выставлены 15 постов и два патрульных наряда. Их задача – не допустить переброса через забор посторонних предметов и несанкционированного проникновения граждан на территорию охраняемого объекта.